Это видео я посвящаю одному человеку, о котором я подробно записал в свое время видео, а именно бывший губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Нас всех неприятно удивили, что его вместе с Патрушевым, в среду рожденным, кстати, ну в среду рожденные они готовы на все, их куда позовут, туда они и пойдут. Вот, назовут птичкой, будет птичкой, назовут рыбкой, будет рыбкой и так далее. Там гнездо, скворечник, аквариум, неважно для них, главное служить главному человеку, тому, кто кормит и наблюдает за их действиями, а вы знаете, кто это такой. И вдруг в списке вот этих вот подмышечников, скажем так, я их некоторых так называю, которые слушают, смотрят и под мышкой находятся. Это помощники президента Российской Федерации. Об этом я сейчас тоже расскажу. И вдруг оказывается, военный человек, герой Российской Федерации, 10 лет назад он получил это высокое звание, высшее звание в Российской Федерации, генерал там и так далее, то подобное, бывший заместитель министра обороны Российской Федерации. Потом его убрали в Тульскую область, а вместо него, кстати, кого вы думаете назначили? Тимура того самого, Иванова, который сейчас в Лефортово сидит, если я правильно помню, что в Лефортово, неважно, сидит временно пока под следствием. И вот этого человека вдруг сделали помощником президента Российской Федерации. Алексей Дюмин, губернатор бывшей Тульской области, бывшей там 7 с лишним лет, переведенный туда из должности замминистра обороны, вы представляете, какой уровень, так? Вдруг оказывается каким-то помощником президента Российской Федерации. В день Радоницы, 14 мая, в этом году, его туда запихнули. Неделя еще не прошла. Ну, как вам? Красавца генерала, у которого одна супруга, один сын, больше никого, к сожалению. Она москвичка, он вообще с Курска. Значит, в понедельник рожденный, высокосный год Ариса Марса Иоанна Крестителя, пророка Божия, 72-й год высокосный, бесстрашный, бешеный, эмоциональный, красавчик, жизнь готовшая отдать и тому подобное. Его в день Радоницы назначает в отстойник, я бы так это сказал. Что это такое помощник президента Российской Федерации? Ну, эта вся история началась с декабря 1991 года, когда распался СССР. 18 декабря 1991 года, если память не ошибается, не ошибает, не отшибает еще пока, значит, назначена эта должность. Всего за 33 года, в декабре будет, было 40 помощников. Сейчас действующих 10 человек. Значит, и вот Дюмина засунули в эти 10 человек. Ну, я назову фамилии, вам они ни о чем не скажут, кто там оказался, вместе с Патрушевым, само собой. Бричева Лариса Игоревна, помощник, начальник государственного правового управления. Ну, это весомая история, так? Дюмин на втором месте, по алфавиту. Он теперь помощник по вопросам оборона промышленного комплекса, обеспечению деятельности госсовета и спорта. Абсолютно конторская, курьерская деятельность, не публичная. Будет ездить по фабрикам, заводам, слышать отчеты, писать отчеты своим аппаратам, каким-то там спортом заниматься, которого нет, и участвовать в организации госсовета. Вот это называется, как я тут послушал Максима Шевченко, повышение. Ребята, вы нас за дураков-то не держите. Какое-то повышение губернатора популярного в тройке претендентов на преемники Путина по опросам, по мнению блогеров военных и так далее, публичного человека, парады принимавшего, засунули в обеспечение деятельности госсовета и спорта и помощникам по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Вы издеваетесь, что ли, над нами? Замминистра обороны в какого-то курьера засунули. Вот, допустим, есть такой помощник, Калимуллин Дмитрий Рафаэльевич, ну, Владимир Ростиславович Мединский, министр, он хотя бы министром побыл культуры. Вот бывшего министра засунуть в помощники я еще понимаю. Миронов Дмитрий Юрьевич, не знаю, кто это такой, помощник по вопросам государственной службы и кадровой политики. Вот тебе и все. Патрушев, понятно, Ушаков, помощник по внешнеполитическим, это фигура, это солидный человек. Фурсенко, бывший министр, Андрей Александрович, министр образования, вот бывший министр, уже два. Фурсенко Мединский, он там, значит, советник, помощник по научно-образователям. Шалыков, помощник, начальник контрольного управления президента. Ну, это чисто чиновничая должность. И какой-то там Руслан Сайд Хусайнович Эдельгериев, помощник по вопросам изменения климата. Вот это должность. Вот это я понимаю, должность. Помощник по вопросам изменения климата. Вот работа, наверное, опасная, трудная. Просыпаешься, в окно смотришь, изменился климат или нет, и докладываешь президенту. И вот в эту всю компанию бывших министров, там, правоведов, всяких начальников управления и по внешнеполитическим засунули нашего красивого, статного, верного мужа, отца одного ребенка, Алексея Геннадьевича Дюмина. Вот и вся история грустная. Об этом я хотел рассказать. А все потому, что Тимур Иванов всем, как говорится, биографию испортил. С кем он там беседовал по дружбе, каких-то слов нехороших. То есть у нас эхо. В прошлом году еще год и не прошло. Переворота Пригожина, попытки путча и переворота. Это эхо отдается. Вот такая история. Очень жаль. Дело в том, что у Дюмина Алексея Геннадьевича, у него бывшего губернатора Тульской области, день рождения в прошлом году выпало на понедельник. Вот вам сюрприз. Понедельник. Начинаем все сначала. Значит, а ведь было воскресенье. То есть в 22-м-то год-то был воскресный. Потом бац, понедельник. Оп. И с глаз долой. Все. Ни парадов, ни интервью, ничего, нигде, никого. Вот такая история переменчивая. Об этом я и хотел рассказать. Тули, привет. Жду на приеме. Делайте заказы, прогнозы. У меня одна тульчанка только в записи моем в WhatsApp в базе. Жду на приеме. Сочувствую тульчанам. Или тулянам правильно. Меня там поправляли. Простите, если неправильно назвал. Тулянам, по-моему, правильно. Да, не тульчанам. Извините еще раз. Сочувствую вам. Ну, первый зам его. Я не знаю, кто это такой. Ну, все, начнете сначала. Сейчас будете выбирать. 8 сентября. По-моему, у нас день выборов. Будете выбирать в день Москвы себе нового губернатора. Без году неделя. Поздравляю вас с этим. Все вопросы наверх. Ставим лайки. Подписываемся. Распространяем это видео. Жду на приеме. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok